Всем привет, с вами канал Максим Мобайл, обзор смартфона Bravis Spark стоимостью 1800 гривен. Начинаем с его распаковки. Коробка открывается таким вот образом. Сразу встречает на смартфон, его мы пока отложим и посмотрим на комплектацию телефона. Тут у нас такая ванночка. Гарантийный талон идет сразу. Ну и собственно сама комплектация. Наушники, затычки с микрофона можно использовать для звонков. Достаточно неплохие. Вот такие вот наушнички. USB кабель для подключения к компьютеру и зарядки. Адаптер питания также для зарядки на 1 А. Странно думал, будет немножко больше, потому что хотя бы там полтора или два. Потому что аккумулятор достаточно емкий в этом устройстве, но об этом позже. Еще один гарантийный талон. Почему-то идет их два. Теперь это от аккумулятора. Аккумулятор просто уже в устройстве. И инструкция пользования. Такая книжечка толстенькая. Инструкция эксплуатации. Больше в комплектации нет ничего, но и так в принципе неплохо. Учитывая то, что сразу идет поклейка пленки на смартфон. Достанем его из транспортировочного пакетика. Идет сразу поклейка пленки. Это бросается в глаза. Сначала идет транспортировочная пленка, а под ней уже защитная пленка на экран. Это здорово. Хороший бонус, хороший плюс комплектации. Сам телефон сделан из матового пластика. Задняя крышка сделана из матового пластика. Немножко собирает отпечатки пальцев. Вот видите, потертости такие. Не очень здорово выглядит, но это можно протереть и будет более-менее. Но все равно не очень здорово выглядит. Достаточно бюджетно смотрится устройство. Окантовка сделана также из обычного пластика, а окантовка вокруг экрана сделана из глянцевого пластика. Вот видите, он немножко так блестит, отличается от остального устройства. По размещению элементов управления на правой грани устройства находится кнопка включения, а также кнопки регулировки громкости. Сверху у нас джек для наушников 3,5 мм, а также порт для microUSB зарядки. На левой грани устройства нет ничего. Вот пустая грань снизу, только микрофон, такая вот точка. Ну и на заднике у нас камера основная, LED-спышка, прорезь для динамика, логотип компании Bravis. Спереди 5-дюймовый дисплей, 3 сенсорные кнопки для управления, разговорный динамик, фронтальная камера. Видите, тут спрятались еще датчики освещения. Снимем крышку, его, вот здесь это. Ух ты, крепко сидит, плотно, ну снимает, если чуть-чуть напрячется. Такая вот крышка так выглядит. Тут у нас большой аккумулятор, видите какой он огромный, на 3000 мАч, вот такую вот. Под крышкой у нас два слота для microSD карточек и слот для microSD карточки. Вот SIM1 сюда вставляется, SIM2. И вот это слот для microSD карточки до 32 гигабайт поддерживается. Ну я думаю больше, там 64 тоже пойдет. Но пишут, что только до 32 гигабайт. За счет такого большого аккумулятора телефон получился большим, тяжелым. Устройство весит 180 граммов. Не знаю, тяжелее устройство, по-моему, я держал в руках. Это только Nokia Lumia 920. Она там 192 грамма, по-моему, весила. Точно не вспомню, но тоже очень много. По сравнению с другими, там устройствами 5-дюймовыми. Это даже тоже с устройствами с большой емкостью аккумулятора. Это тяжелое, реально тяжелое ощущается в руке. Плюс оно достаточно габаритное. В высоту он составляет почти 15 см. 148 мм, если быть точным, в ширину. 73 мм, то есть почти 7,5 см в ширину. И толщина его 9,8 мм, то есть почти 1 см. Ну в общем, тяжелый, конечно, такой кирпич. Разблокируем устройство. Не всегда срабатывает кнопка. Такая же проблема была на Bravis Lite. Я рассказывал об этом, что кнопка очень по-странному работает. Не всегда срабатывают какие-то... А, это скачивается. Этот триггер для теста устанавливается достаточно долго, странно. Давно поставил его на загрузку, чтобы посмотреть, как он будет работать. Вот. По экрану. Экран здесь не очень хороший. Тайна матрица. Если смотреть вот так вот сверху, происходит инверсия. Снизу более-менее. Справа, слева тоже более-менее. Только если сверху смотреть, то почти ничего не видно на дисплее. Тайна матрица. Разрешение этого экрана 480 на 854 точки. Это мало достаточно для 5-дюймового дисплея. Было бы неплохо, если бы здесь была HD. Но телефон дешевый. Напомню, 1800 гривен. Поэтому, ну вот, сэкономили на экране. Ну и вот, конечно, на 5-дюймах видны пиксели. Вот если присматриваться к экрану. Достаточно хорошо так немножко лампу подвину, чтобы она... Вот. Ну, немножко видно, да. Маловато, конечно, для 5-дюймового дисплея такое разрешение. Ну, давайте посмотрим в настроечках, что там у нас. Версия Android. Настройки обычные андроидовские, без никаких там категорий, как это делают в LG. Версия Android 5.1. Достаточно новая. Ну, относительно новая. Обычно в бюджетных устройствах идет 4.4, 4.2 или 4.4. Ну, 4.4.4. Вот. Ну, обычные настройки. Тут. Особо ни на чем зацикливаться не буду. Тут у нас... Так. Быстрый допуск к различным функциям устройства. Режим полета можно активировать. Яркость. Вот, кстати, посмотреть на яркость. Вот это минимум. Это максимум. Ну, не очень. Небольшой диапазон достаточно. Вот. Скачался, походу. Data Trigger. Ну, еще не... А, вот, да. Все, появился Data Trigger. Ну, начнем. Перейдем в Geekbench 3. Сейчас только найду его. Вот, Geekbench 3. Замеряем его скорость работы. Производительность. И расскажу о технических характеристиках. Что ж. Процессоры. Двухъядерный Mediatek MT6572M. Работающий на частоте 1,3 ГГц. Ну, для такого экрана, в принципе, неплохо. Телефон экономный, считается как. Да, процессор тут не очень мощный двухъядерный. То есть батарейки будет кушать меньше, чем там телефоны в этой же ценовой категории на четырехъядерных процессорах. Вот. Оперативки у него 512 МБ. Встроенная 4 ГБ. Плюс возможность расширения этой памяти microSD карточкой. Камера 5 Мп. Основная фронтальная 0,3 Мп. Аккумулятор 3000 мАч. Ну, батарейку он держит реально долго. Вот. Как я его достал, почти не изменился вот этот вот показатель батареечки сверху. В общем, телефон реально держит там 2-2,5 дня в обычном использовании. Ну, в активном использовании полтора дня он продержится точно. Что ж. В активном смысле там поиграть в игры, посидеть в интернете. Вот в таком продержится полтора дня. Что ж. Остаток теста пропущу. Увидите уже самый результат. Закончился Geekbench 3. 327 баллов в энердерном тесте, 588 баллов в мультиядерном тесте. Ну, ожидаемо для такого процессора. В принципе, нормальный результат. Напомню, что телефон, он как бы экономный. Чуть позже посмотрим, как он будет работать, этот экономный процессор. В Real Racing и других тяжелых игрушках. А пока еще замеряем его мощность. Вот тут у бенчмарки. Закончился тест Antutu Benchmark. 14461 балл набирает в этом тесте. В общем, вот некие результаты этого устройства. Рейтинг. По сравнению с другими устройствами. Ну, вот такая инфа. Вот. Процессор Mediatek MT6572. Android. Mali-400 MP. Видеоускоритель. Вот. Такие вот результаты. Теперь перейдем к тесту в тяжелых играх. Посмотрим, как запустится Real Racing на таком процессоре. А потом посмотрим в Dead Trigger. Звук нормальный, но его нужно убрать. Вот. Достаточно долго уже запускается. Но будем ждать. Плюс заодно оценим, как быстро запускаются эти игры. Но вот сейчас достаточно долго. Вот запустилась игра на средних настройках графики. Но очень-очень подлагивает. Сейчас посмотрим, ну, возможно ли вообще играть. Видите, что? Ключ от игры достаточно. Ну, в общем, играть... Сейчас вот переключу камеру. Ну, ниже-ниже средних настройок графики. Плохая прорисовка автомобилей. И окружающего мира тоже прорисовка текстурки не очень. Вот видите, когда много машин, игра вообще очень сильно лагает. Сейчас мы попытаемся их быстро проехать. Но играть можно. Не так ужасно, как бывает на некоторых устройствах. Лагает, но... Играть можно, но без особого удовольствия. Ну, вот сейчас машин поменьше, чуть лучше стало. Но всё равно. Низкий FPS. Да, когда машин поменьше, чуть лучше. Но когда много, машин игра, конечно, очень сильно лагает. Ну, тут уже такое... На 3 с минусом, наверное, где-то так идёт игра. Закрываем и переходим к... Так, сейчас бы как бы... Позакрывать все эти программы. Вот. Ой, это Real Racing мы только что запускали. Перепутал. Теперь нужно запустить Dead Trigger. Сейчас свернём. Вот, Real Racing. Dead Trigger 2 теперь запускаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот, запустилась игра. Точнее, меню запустилось. Теперь перейдём... Запустим саму игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно долго запускается игра, но... Оцениваем скорость. Вот, запустилась. Подлагивает. Немножко. Ну, вот. Вначале подлагивалась, сейчас вроде уже нет. Графика на самом минимальном уровне. Окружающий мир плохо прорисован. Текстурки, 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 детализация, конечно, на плохом уровне. Но вот, по плавности намного лучше, конечно, чем в Real Racing, намного. В принципе, идёт так же, как на большинстве Android-устройств в этой ценовой категории. То есть, минимальный уровень графики, самая минимальная графика, но при этом всё работает хорошо. По плавности, то есть, поиграть в эту игру мы можем. К сожалению, нет возможности посмотреть на различных GTA San Andreas Asphalt 8, потому что тут очень мало памяти свободной. Меньше 2 гигабайт. А для таких игр нужно больше 2 гигабайт, чтобы их поставить. Для GTA San Andreas вообще нужно 3 гигабайта свободного места. Поэтому не получится. Вот такие вот игры типа Real Racing Dead Trigger 2 поставить получилось. Ну вот, видите, что Dead Trigger работает нормально, но Real Racing с проблемами работал. Что ж, на этом тест этот закончим. Теперь перейдём к камере. Посмотрим, как работает и фотографирует его основная 5-мегапиксельная камера. Вот, запускаем её. Сейчас. Интерфейс камеры. Вот. С автофокусом работает. Достаточно быстро срабатывает затвор. Сейчас только выключим вспышку. Ну да. Немножко с задержкой, но работает. Теперь увидите большие фотографии. Я выводу их на экран. Сможете оценить качество этих фотографий. А также ссылки будут в описании на эти фотографии. Вы ещё более подробно сможете оценить их качество. Что ж, на этом всё. Спасибо, что просмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.